Если ты у хозяина в квартире не поел, а переел, значит тебя хозяин отравил. Резко закрыты просто все магазины, все общепиты закрыты. Дэй, подарок, бери скорее! У меня опять аллергия и на вторую анестезию. Всем привет, мои хорошие! Начинаю новый влог. И начинается он с того, что уже 3 часа дня и к нам в гости приехала Кристина. Она уже поднимается. Я решила начать влог как раз-таки вот с такого события. Я потихоньку пью кофе, мы уже с Денечкой позавтракали. У нас планы наполеоновские, снимать видео, общаться. Вполне возможно, что даже Таня приедет в гости, если она успеет все свои дела поделать. В общем, идем встречать Крис. Дэнь, ты готов Кристину встречать? Кристина! 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 Сейчас Милка будет убегать. Надо выставить сразу мусор за дверь. Кто там идет? Это кто? Это кто? Та-дам! Ну, конечно же, мы с камерой. Дэнни! У меня губу еще не накрасила, не надо мне с ней. Ничего страшного. Дэнечка, иди смотри, кто я пришел? Ты узнаешь? Это кто пришел? Кристина! Мальчик в шоке! Иди скорее, смотри! Давайте, пожалуйста, проходите. Иди, смотрите, Кристина подарок принесла. Дэнь, подарок бери скорее! А че там? А Кристине спасибо скажи. Спасибо! Ну-ка, че там? Это машина. Да, это машина. Ой, она тебе два подарка принесла? Она решила тебе двух цветов взять. Раздевайтесь, яркая богиня. И еще это пока там снега, сказали, три дня будет цепать снег. Я вот такая вот, пока добралась. Ну, нормально еще. Как на льду. Это держится, да? Это укладочка пока? Ну, классно, классно. Ну-ка, а че Кристина принесла тебе? Интересно? Дэнь, я хотела тебе на самом деле доску для выжигания. Машины. Доску для выжигания, да. Это только с мамой. Ну, в последний момент думаю, ладно, спрошу у родной мамы. У родной мамы? Можно ли выжигать? Мама сказала, что она не будет. Все, как старательно. А, 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 ты думаешь, что... А это машина. И это машинка. Ты думаешь, она легче будет вытаскивать? Это машина. Так давай вот эту достанем уже, Дэнь. Я руки помою? Да, иди, иди, мой руки. Мы тут на подарки сразу набросились. Скажи, да? Это туалет. Ну, что ты зашла, я красиво увидела пока. Теперь можешь открывать. Сейчас же буду тебе квартиру показывать. Все. Смотри, Дэнь. Какой трактор. А ну-ка, давай его вытащим. Вот здесь смотри. Вытащим. Машинка классная? Классная? Вау. Какая она с турбиной. Сейчас эту откроем. Вот, девочки, иногда делают такие машинки, видите, и без отвертки ее не достать. Сейчас открою. Ну, что, Крестюш, там? Просто вот на этой камере все извращается. Я вот на эту камеру редко снимаю, потому что там... Обычно вот на эту камеру все жалуются, что говорят, уши торчат, цвет волос какой-то... Не тот. Не тот, как-то она как-то не украшает. Мне кажется, ты в лучшую сторону изменилась прям вообще. Так похорошила, пока мы с тобой не виделись. Камера не украшает. Кто сказал, что Крестяна не изменилась? Посмотрите, другой человек просто. Красотка. Ну, я просто сейчас же еще вот размазалась. Тут и красная, наверное, вот тут я прям... Ну, чуть-чуть размазалась, ничего страшного. Нет, стрелки будут, ресницы выпали. Ну, в целом-то очень хорошо. Посмотри, какая девочка. Посмотришь на себя потом видео. Красотка. Мне нравится. Мне вот, мне нравится. Спасибо, Селена. Спасибо. Ой, ну шо, мы, ну сидим. Кучу дел попереди. Ты красиво сидишь там? Я уже с косну приватуилась, губы стерла, наелась. И я камеру включаю. Да-да. Как всегда, Селена вот, да, из-под тишка. Там что-то низить. Двойное дно присутствует. Как тебе квартира моя? Такой, Селена, да? Средничная квартира. Как всегда, вот Селена умеет сделать из простого конфетку. Мне нравится, что вроде бы ничего особенного. Но если, как и она говорит, что это там недорого там все, но вот она умеет как бы так все поставить, что смотрится, все хорошо. Почему-то ей повезло с фантазией. Ну да, я такая фантазерка. Фантазер. Что мы делали? Ты меня вызвала. Я ела, ты меня. Мы только что поели. До этого мы снимали видео, покрасили Кристину. Ага, все палево у меня. Ну, на ее канале будет окрашивание, посмотрите. Это было первое наше совместное видео. Было окрашивание на ее канал. А что ты будешь укладывать? Да. Нет. Не завтра. Не завтра, нет. Увидите, как мы снимали совместное видео. Первое я там, где ее украсила. А второе совместное видео уже на мой канал было. Было, где мы отвечаем на ваши вопросы. Так что, если кто-то еще видео это не видел, то, пожалуйста, я оставлю видео под видео. Поняли, да? И что? Все, мелкого искупали, поели. Сейчас я пойду Деньку укладывать спать. Крис, наверное, заценит мой новый телек. Включу тебе что-нибудь интересненькое. Хотя здесь у меня дивана нет, к сожалению. Но ничего. А ты потом спать пойдешь? Нет. Еще ж рано. Ты во сколько спать ложишь? Я вообще в 9-10 ложу. Спать собралась. Разве ты уснешь, если я здесь буду ходить? Прекрасного сна. Круги давай. Не знаю, если ты хочешь спать, я пойду Деньку укладывать, можешь ложиться. Если ты хочешь спать. Если не хочешь, то ты долго пробудешь. Он по-разному всегда ложится, честно. У меня прикольный костюм. Пришел мальчик тут. Вот. Завтра Кристинка уже собирается, как всегда, убегать от меня. Пятки сверкают. Я бы с удовольствием, но видишь взрослые люди, к сожалению, голос такой какой-то противный у меня. Кристина заценила мое соевое молоко, да? Она его до этого не пробовала. Да, кстати, я-то знаю, что есть соевое молоко. Более того, у меня в колледже, в столовой у нас соевая продукция вся была. Вот молоко как-то, и там приходили люди, покупали как-то в полтора-литровые бутылки, и мне как-то врезгли. Видишь, вот главная упаковка. Если бы у тебя тоже в полторашке прозрачное стояло... Ты бы вспомнила те времена? Ну, что-то как-то было, да. Я даже ни разу не пробовала. Можно было стаканчик хоть. Но первый раз попробовала, да. Нормально. Есть общие планы какие-то для видео новых? Да, у меня куча идей, блядь. Под водри зрителя. Но ближайшее, вот, я всё никак не сниму, антицеллюлитное видео. Ты, короче, всё это время, скажи, делала план... План... Разрабатывала. Разрабатывала. План разработывала. Дела... Ну, год, да, вот, около года ты снимала... Около года я думала, что снимала. Ты снимала план, у тебя целый список, вот, да. Вот, и теперь вот можно осуществлять. У меня два канала, второй я вот до сих пор сомневаюсь, вот, я изначально назвала Дедаловна. Никто не заценил. Дедаловна? Да, да. А что это значит? Ну, Дедал и Икар, помните мифологию? То есть Дедал, он был очень, как сказать... Он крылья Икару сделал. Этот, инструктор, инструктор, блин, ну, как сказать, который вот... Конструктор, инженер, там, я не знаю. Ну, почитать можно, в интернете есть Дедалов. А как ты поняла, что никто не заценил? Тебе написали, что? Начали, да, писать, что за Дедаловна, да. Что за Дедаловна, что за название. Ну, ты Метод Крис сейчас назвала. Ну, это мне тоже не нравится. Мне уже опять не нравится. У тебя нормально два канала, не сложно? Ну, второй канал просто он сам по себе такой замудренный оказался. Я вытыхаюсь после... Не, смотря... Ну, да, сложно. Просто мне реально сложно два канала, это очень сложно. А я еще хочу третий, четвертый, думаю, вообще, кипец, зашьюсь тут. И я понимаю, как один канал даже тяжело, честно говоря, вести. Два еще тяжелее. Что снимать, если там... Ну, я же говорю, если вот я как и решила, что на нем, типа, DIY всякое, то есть я лестницу, да, то есть с этой краской все грязное, то есть надо переставлять кого-то, там, маму просить, чтобы она там подставляла, что-нибудь держала. А она не так все делает. Я ей об этом говорю. И все. Ну, смотря что, да, или, например, я ногти делала, маникюр этот пушистый. Ой, я видела. Ты поставила дизлайк. Испугал. И людям не понравилось. Я ничего не поставила? Нет, людям не понравилось. Но я подумала, это в репертуаре, Крис, полосатые ногти, почему бы и нет? А мне это бы не просто голову пришла, кто-то мне что-то говорил подобное. Я решила, да есть он. На канал, на этот, да. А я еще там бы хотела, такое, ну, к этому еще надо прийти тоже, спортивное, что-то тоже такое. Будешь рассказывать. Ну, короче, ну мы пока оставляем ссылку на главный канал. Да, на главный, нет, второй не надо, просто вы можете ко мне на мой главный прийти, а на главный есть второстепенный. Я вообще его заводила, когда у меня канал тут взломали, украли. Пусть будет, я не собиралась в него прям как бы регулярно. Там анонетизация еще не включена? Включена. А, если что, ты можешь в итоге написать. Да, я все равно хочу там, там не часто будут видео, но они такого поучительного, то есть они будут на все времена эти видео. Вы всегда можете, наверное, найти на этом канале, как сделать волосы из кошки. Мои ногти из кошки. Спасибо большое, что вы меня знаете и не осуждаете. А если кто осуждал, всех прощаем. Всех, кто нас осуждал, но всех прощаем. Ой, ну короче, вот так вот сидим, короче, тупим, пожрали полные пузяры. Время уже поздно. Я сначала поела пельмени, да, ну, там чуть-чуть, ну, как чуть-чуть, для девочки вот это вот. Давай, расскажи, что ты ела. Поклевала я. Знаешь, обычно, кто много ест, говорит, поклевала. Перекусила там, лизнула. Нет, именно поклюнула, как птичка. Поклевала пельмени. Пельмени очень вкусные были. Склевала. Маленькие такие вкусные, маленькие пельмешки. Потом Селена, оказывается, тоже я так рада, что она, оказывается, голодная была. Я думала, она не будет уже есть. Она тоже была голодная. Сделала таких два вкусных бутерброда. Говорит, будешь? Я надеялась, что она не будет, конечно, но... Я поняла, что мне нужно её уберечь от того, чтобы она не поправилась. Я взяла, говорю, давай, давай, куда деваться. Ну, и, получается, мы доели ту колбасу вкусную, вот, и она потом достала сосиски. Да, потом достала сосиски. Сосиски очень вкусные, получается, хлебушек, это её любимый, говорит, бутерброд, маслица сливочная и сверху сосисечка. Они должны быть горячие. Горячие и огурчик. Очень вкусные. Это мои любимые бутерброды, и ими потом мы затарили желудок до конца. Подвязку. Я самую не хочу. Вообще говорят, если ты у хозяина в квартире не поел, а переел, значит, тебя хозяин отравил. Чего? Переел, если? Если тебя перекормили в гостях, значит, тебя отравили. Мам! Это где ты такой? Это где ты такой? Это считается. Поэтому... Ты телефон новый нашёл? Это не мой случайно, старый. Ты не... Миша молодец. Зайка, прежде чем играть с этим телефоном, нам нужно сделать на него стекло и сделать на него чехол, потому что один ты уже разбил. Давай, маме, сюда телефон. На. Молодец. Привет. Привет, привет. А телефон дай? Телефон дай. А ты маленький телефон? Это маленький телефон, но он мой. Это моя. Это моя? Нет. Ты чего, маму бьёшь? Давай, опять. Давай. Такой быстренький. Так вот, нужно из-за стола, поэтому говорят, что нужно вставать с чувством лёгкого, ну... Неудовлетворения? Да. Не доедения, не доедания. Но я вот зла, если я не доела. Слушай, подожди, подожди, стоять, стоять. А как это вообще от хозяина зависит, если ты переела? Это как вообще я тут при чём? Вот смотри, вот до этого, когда мы ели пиццу, я не переела. Но её немного было, я не переела. А я не доела. А я не доела. Вот видишь, ты не доела. И постоянно ходила с чувством голода. Ну это ж ты не доела, это ж не я. Я тебе дала столько, сколько надо. Я же говорю, вот так говорят, что когда переели, типа отравили, а с другой стороны, я всё-таки считаю, лучше переесть. Кто такое говорит, Кристина? Это не знала. Кто тебя этому учит, мне интересно. Что за окружение у тебя? Это такое поверье существует, что надо вот так с чувством лёгкого голода вставать. Кто слышал такое поверье, напишите в комментариях. Вот, поэтому, с другой стороны, я говорю, я вот не за это поверье, потому что чувство лёгкого голода потом не даёт из головы выйти. Нет, вот лично я, я не против чувства лёгкого голода, только я не понимаю, при чём здесь хозяин квартиры. Вот что тебя хочет. Да, то есть вот, при чём здесь я от того, как ты выйдешь из-за стола. Здесь два аспекта. Первый. Обычно хозяева, допустим, ну всё, я же не могу дальше полезть в холодильник. Я же не могу в холодильник полезть. Соответственно, ты дала мне кусочек чего-то, ну и не спрашиваешь дальше, будешь, не будешь. А я мочу. А когда ты мне предлагаешь и предлагаешь, я понимаю, что нельзя тебе поправляться, я же должна другу пойти на помощь. Это первое. Второе, ну не могу её отказать, не могу. И тем более хочу поесть. Понимаешь? Короче, тут вся ответственность просто убрана с гостя. Во всём виноват хозяева. Так что, если что имейте в виду? Мне кажется, что это придумали, знаешь кто, как раз-таки вот эти хозяева, супердяль, да, что-то меньше давать. И думают, я забочусь о тебе, чтобы ты не отравился, чтобы ты не отравился. На, вот тебе поклюй яблочко, от которого ещё больше обычно кушать хочется, да? Да, да, почему от яблок, да? Яблоки какие-нибудь сезонные, недорогие и небольшие. Между прочим, вот зелёные яблоки, очень вкусные семиренко. Ты такая, приедешь ко мне в гости, я тебе овощу. Я знаю, семиренко хорошая. Мне очень нравится. Крошки мои, ну я как всегда забыла про то, что вообще я снимаю влог. Сейчас приехали к Таисе, я сейчас буду рассказывать ей про своё лицо, всё спрашивать, потом вам расскажу. Сегодня у меня вторая процедура, вот, я ничего не мазала на лицо своё. Кристинка с малым в машине, ну процедура длится очень быстро, поэтому они там сидят, я вкусняшки всякие им накупила, чаёчек, сидят, болтают. Ой, ну чё, девочки, я пришла, у меня опять аллергия и на вторую анестезию. Говорит, не нравится мне твоя аллергия, говорит, давай в следующий раз третий попробуем без анестезии. Говорит, мне кажется, ты тоже самое чувствуешь. Она говорит, что когда аллергия идёт, то анестезия не в полной мере работает. А я такая вся напряжённая сижу и говорю, да не, на самом деле анестезия хоть на 50%, но она сработала и легче на самом деле. Но в следующий раз, в третий, там уже в январе попробую без анестезии. В общем, и лицо у меня красное, это от анестезии, понятно, да. Сегодня даже полегче, мне кажется, было, меньше я чувствовала каких-то, да. Но честно я вам скажу, когда я вижу результат, я понимаю, что да, я буду ходить на эту процедуру периодически. Кстати, она сказала, для поддержания, ну в дальнейшем, вот сейчас сделаем мы три процедуры, для поддержания в дальнейшем, ну там раз в два месяца, говорит, вообще хорошо поддерживать. Я говорю, блин, мне кажется, часто, она говорит, нет, не часто. Я говорю, а потом лицо само не будет, ну как бы не работает, да. Дэнни, ну что ты там ругаешься? Она говорит, нет, ну мы делаем маленький процент, как бы, она как раз таки его делает для того, чтобы не расслаблялся организм и всё равно продолжал вырабатывать там, собственно, ну в общем, она там знает, как, что. Вот. Ну, короче, я жду теперь от второго, ну я пришла довольна, я говорю, спасибо, Таисия, говорю, реально, ну я не видела результата никогда такого ещё, она говорит, будет ещё лучше. Так что краснота пройдёт. Мы вот, да, Кристиночка сидела тут с малышом, пригрелась. Сейчас это для видео. Что? Я сколько не было, кстати? Мне казалось, что так полчаса, блин, не было, да, я думала быстро. Вот, ну, эту Крису отвезу домой сегодня, да, она не близко живёт. Начинается, близко-близко. Близко-близко. Ну, короче, сейчас мы поедем, чё? Да пока тебя не было, мы так размякли, тут в тепле. Ой, да не садись, надо тебя пристегнуть. Сейчас, короче, мы по делам поедем, куды-сюды, короче, и потом к Кристинке я в гости поеду уже. Так что мы вас с тобой берём, если чём. Так, ну что, мы приехали к торговому центру, сейчас пойдём, будем выбирать красочку. Пакетики на подарочки хочу выбрать какие-нибудь. И чё ещё надо было взять? Ты забыла? Нет? Чё-то ещё третья надо было взять. Или всё. Может, всё. Вот, ну, может, ещё шапку посмотрим, да? Я охладрела шапки именно там. Вот одну потеряла недавно совершенно случайно, она была симпатичная, чёрная. Тебе же тоже надо шапку, да? А, я думала, а ты про меня. Ну, я про нас. Нам надо новые шапки. Так, ну что, девочки, вы помните, как украли фанаты мой лифак? Я купила себе. Та-дам! Ну, также в H&M. Взяла здесь в паре они идут. Стоят 1500. Вот в прошлый раз я тоже, по-моему, так и брала в паре. Мой размер 75B. И это, скидка ещё у меня была. Я приложением расплачиваюсь. И вот у меня 200 рублей была скидка. Короче, вместо 1500 я взяла за 1300. Поздравляйте меня! Ура! Вот мы идём, ищем шапку. Сейчас присмотрели шапку Криса очень классную. А я себе здесь ещё не нашла. Сейчас идём в другой магазинчик. Короче говоря, Дэня вот выбрал себе какой-то подарок. Просто пульт почему-то говорит. Пульт или пульки. Пистолет, пульки. Короче, и всё. И отзывы из магазина не выходят, пока я ему не взяла. Вот несёт довольно радостно. Сказал большое спасибо. Не знаю. Первый раз я беру пистолет. Обычно он не любит в него играть. Так, ну что, мы стали у фонтанчика. Дэнька любит здесь смотреть на фонтанчик. Крис пока пошла покупать модную шапку. Вот. Вот твоё лицо. Уже после процедурки краснота сошла. Всё хорошо. Всё, и сейчас поедем к Кристинке в гости уже. Всё взяли, что хотели. Вообще классно по торговому центру гонять. Прям приятно. Ну мы так по-быстрому, на самом деле. У нас нет времени, чтобы сильно расхаживать. Мы чисто вот так зашли раз-два и выходим. Мы пришли к Кристине в гости. У Кристины мамы, кстати, день рождения. Здесь? Вот ему нравится. Нет, впереди вот-вот. А у Кристины, смотрите, цветочек какой красивый стоит. Огромный просто. Просто по сравнению с моим прям это горшочище. Вот так вот красиво. Денька пошёл уже наверх. Ты куда, День? Держись крепко за поручни. Ты закисывай? Ну давай. Давай. Сейчас пойдём посмотрим. Давно у Кристины в гостях не были. О-о-о-о-о, пойдём, День. Пойдём, День. Ну всё, мы посмотрели Кристину на комнату. Ой, смотри, у тебя ещё здесь цветочки красивые. Блин, когда они отсвели, вообще здесь цветы красивые. Смотри, чтобы он там не вываливал. Деня, нельзя вываливаться. Иди сюда. Так, в общем, мы идём. Да иду я. Да что ж ты меня толкаешь-то, а? Да посмотри, какой вредный мальчик. Я тебе сейчас заеду, блин. Короче, мы побыли у Кристины в комнате. В общем-то, там у неё творческий беспорядок. Так что мы ничего не показывали. Всё в комнате. Ну да. Интимная аура. Только вот коридоры покажут, больше ничего. А ещё мы у Кристины что здесь? Велотренажёр. Кетлер нашли. Денька, вот он пошёл заниматься. Кристина спрашивает, а где он? Занимался там где-то, что ли? А я говорю, да у нас же во дворе стоят. Он в курсе, что значит заниматься. Ну, наверное, по-взрослому. Да. Молодец какой! Держись. Ой, умничка. Всё красиво. Тут цветы, посмотри, у неё тут всё. Смотри, Саня. Это правильно. Правильно? Он мне ещё говорит, включи. Тут же не включи. Это ключ. Включи? Ты включила? Да. Он же попросил меня. А, включи. Всё. Я же его включила, он начал. Молодцы. Всё, на спорте. А вот ещё у Крис рыбки есть. Смотрите, какие красивые. Они с Денечкой кормили их только что. Я пропустила этот момент, потому что я ела очень вкусную еду. Все кормили. Ой, красиво. Ну и что, не сложно ухаживать, Крис, за рыбками? Нормально? Утром и вечером кормить. И раз в неделю чистить вот это. И утром, и вечером кормить. Два раза в день даже. Ещё и чистить. Вот, смотри. А чистить как часто? Рыбок. Рыбок чистить. Ой, фу, что за запах? Ну пока... А что это? О, боже, там личинки всякие. Да не личинки, это корм. Посмотри, это от личинок. Ну, может быть, личинки вот так вот. Ты так бесстрашен. Ты их не перекормишь? Ты же кормили уже. Нет, чуть-чуть я бы вот так вот. Сейчас все-все сбегутся туда. Ну я чуть-чуть буквально. Но они вообще, да, когда приходишь, они уже знают, что ты идёшь и сюда. Они не кушают друг друга. Ой. Мы их кормим, поэтому они, в принципе, не голодные. Не голодные. Может, и могут съесть. Спасибо, молодец. Дэн, я ждём 4 минуты. Молодец. Молодец. Что ты хочешь, Дэн? Хочу. Чтоб Кристина с нами поехала обратно? Ко мне. Ко мне? К тебе? Ко мне. Но Кристина остаётся дома, а она потом к нам приедет. Не хочет уезжать, мальчик. Ты остаёшься? Хочу гулять. Хочу что? Хочу гулять. Ну, Кристина будет спать сейчас ложиться, Дэн. Кристиночка спать будет ложиться. Говори Кристине, спокойной ночи. Пока-пока. Хочу. Ничего не знаю. Не хочет отпускать Кристину. Так, давай, целуй Кристину. Я к тебе приеду днём как-нибудь, хорошо? Она к нам приедет потом ещё. Ладно? И пойдём гулять. Всё, целуй Кристину. А то холодно. Всё, пока-пока. Кристина приедет нам на велосипеде. Да, мы приедем ещё, да? Всё, пока-пока. Закрывай. Кристина на велосипеде, конечно. Ну, всё, давай. Не плачь. Давай ручку. Не плачь, Кися. Ну всё, ну. Да Кристина ещё к нам приедет в гости. Ты чё так переживаешь? Соскучился мальчик за Кристиной, да? Всё, сейчас в машину сядем. А Кристина приедет к нам скоро, будешь играть с ней. Фух. Понравился дизайн. Ну, я хотела что-то такое лаконичное, но ещё тут бычок, смотрите. Чёрные пакетики были там. Ну, считай, 28 рублей, короче. Такие бежевенькие, классные. Вот этот красный мне очень понравился пакетик. Ну, я взяла где-то это, 8 пакетиков. И всё, это все пакетики, все разобрала. И вот такие мне тоже понравились. И с Крафта, и с ёлочкой. Там были ещё другие. Был золотой рисунок ещё. Красный, синий. Ну, мне вот зелёная тематика понравилась. Таких три пакетика взяла. Ну, на всякий случай там. Кому чё. Кстати, кто в год быка, точно вот Тане, Кристине. Кто у нас в год быка ещё? Алена тоже в год быка. Вот им точно быка подарю. Вот, остальным можно и не быка. Ну, короче, посмотрим. Вот, а ещё недавно мы с Кристиной были тоже на мероприятии на одном. Только я не снимала влог. Это была наша первая встреча. Вот, и тут я выиграла много вкусняшек. Вот таких всяких. Это японские, мне кажется, да? Вкусняшки. Пакет с вкусняшками японскими. Короче, куча всего. Может, даже видео. Слушайте, а я сниму видео, наверное, отдельное. Всё это распакую. Вот этот пакетик. Он, правда, страшненький. Уже там ещё что-то лежит. И попробовать даже могу попробовать. О, Милка уже взяла конфетку. Ага, кошка. Короче, сделаю на второй канал распаковочку и всё попробуем вместе. Я вам скажу, что из японских вкусняшек самое вкусное. Потом сможете купить, попробовать тоже. Кстати, в Ашане это молоко стоит 117 рублей. А в Ленте я его беру по карте за 114 с копейками. Чуть дешевле. Ну, не суть важна. Это недорогая цена, плюс-минус 3 рубля. Я рада, что оно появилось в Ашане. Потому что в Ашане я бываю чаще, мне кажется, когда в торговый центр иду или ещё что-то. И, конечно, мне удобнее заскочить в Ашан и взять моё любимое молоко. Тем более сегодня я последний стакан выпила, и на второй уже не было молока. Пришлось выходить из дома. И, кстати, по дороге не было нигде моей любимой кофейни, чтобы я могла взять. А я не буду пить абы где кофе. У меня абы где не надо. Мне нужно в двух моих любимых местах. Ну, и на крайняк Макдональдс. Ну, ничего по дороге не было, кстати. Кстати, про Макдональдс я, честно говоря, забыла. По поводу биоревитализации. У меня лицо сейчас такое ощущение, что оно немного поднатянулось, знаете. Прямо такое ощущение. Вот. Сейчас я пойду про хлоргексидином промажу. И приступлю к работе. Всем доброе утро, мои хорошие. Уже, на самом деле, скоро вечер опять, как всегда, да. Ну, я приводила себя в порядок. Пока с видео там работала, пока то, сё. Ну, какие-то дела мимолетные делала. Вот. Мелкие. Сейчас хочу привести себя в порядок. И, блин, полчетвертого вечера начинать снимать видео для вас. У меня запланировано в этом году успеть очень много видео снять. Прям, знаете, как бы завершить вот именно видео, которые должны быть именно в этом году. И на один канал, и на второй. Поэтому мне вообще, честно говоря, отдыхать некогда. Я прям должна по два видео в день вообще снимать по-хорошему. Вот. Ну, надеюсь, получится всё. Вот. Сейчас буду готовиться. А, хорошая новость у меня. Позвонили нам. Помните, мы же заказали диван. И диван должен был прийти в начале января. Ну, я так думаю, праздники. Думаю, ну, середина января где-то буду ждать. Будем без дивана Новый год отмечать. Но нам написали, смс-ка пришла, что уже диван наш на складе. И мы можем выбрать дату доставки. Но, к сожалению, доставка там плотненькая. Только аж там через пять дней. Ну, 27-го. В общем, на 27-е мы заказали. О, кто-то ломится. И кто тут ломится, интересно? Опять в шкаф забрала? А, вот она. Конечно. В носки мои забралась. Будешь сидеть тут, Мил? Или будешь вылазить? Давай, прыг-прыг. Прыг-прыг, кошечка. Красоточка. Мы думаем, ты такая красотка. А что ты такая красивая? Я не могу. Она такая красивая. Так вот, что за уши тебя подогать. На 27-е мы назначили дату доставки. Так, а еще там сборка. Блин. У нас еще сборка. Блин, я надеюсь, они не это. Собрать же надо. Сборка просто бывает не сразу. Блин, может, надо позвонить и сразу сборку. В общем, в любом случае, это хорошая новость. Я надеюсь, что до Нового года будет диван. И мы сможем уже лежать, сидеть спокойно, классно все организовать. Накрыть столик там небольшой наш с любимыми вкусняшками. И смотреть всякие представления по телеку. А я хожу и думаю, девочки, где же мой ребенок? А мой ребенок говорит, спокойной ночи и пытается залезть в шкафу. Спать ложи. Ты спать ложишься, да? Да. Ну, все. Закрывай глазки. И милочка тут, да, сторожит. А она вот рядом с ним, чтобы все нормально было. А я там в телефоне воткнула в зале. Думаю, что-то там вот ерошится. Думала, он это, в детской на качелях катается. Ну, все, мои вещи все перевернул. Там смятка получилась. Кувырком. Спасибо, сыночка, за порядочек. Доброе утро, мои зайки. Я проснулась, уже смонтировала видео. Жду, пока оно выведется для вас. И сегодня, что я планирую делать? Ну, так как я вчера целый день сидела дома и целый день снимала. Думаю, сегодня надо выйти. Тем более, солнышко на улице, девочки. Солнышко светит. А это ли не повод вообще для счастья? Помимо того, что хорошее настроение, что, надеюсь, ветра нету там, да, и солнышко светит. Это вообще супер. Надо витамин Д получать, выходить. Вот, и сегодня я хотела подстричь малого, но я звоню в нашу парикмахерскую, и почему-то они вообще не в сети. Это шо такое? А у них наверняка запись вот так просто, если ехать. Но я еще буду сейчас пробовать звонить. Вот, ну и думала по торговому центру походить. Саня сейчас и звонили, если она на массаж записалась, там рекламируют массажиста какого-то хорошего в центре. Я говорю, тоже хочу. Вот, может быть, удастся пойти. Ну, в общем, подстричься, это number one, и я бы походила по ТЦ, бы что-нибудь еще интересненькое посмотрела. Вообще, я шапку хочу себе одну, одного интересного цвета. Дозвонилась до нашего салона, записалась на завтра. Завтра будет наш мастер, сегодня она не работает. Да я записываюсь к одному мастеру, стрижу от нас, потому что Денька все еще боится стричься. Для него это целый стресс, если честно. И он у меня на руках, я его держу, успокаиваю. И Наира стрижет его, она тоже как бы с ним умеет совладать и как бы спокойно держится в тот момент, когда ребенок просто очень переживает. Когда ребенок очень сильно переживает, она как бы спокойно делает свое дело, не обращая внимания. На самом деле с ним вот как бы так надо, да. Если с ним сюсюкаться, да, больно, не больно, все, он никогда не пойдет на это. Я все жду, когда он подрастет и все-таки поймет, что в стрижке нет ничего страшного. Но машинка, ножницы, вот это вот волосы падают, что-то его это очень сильно пугает, смущает и так далее. Поэтому она стрижет быстро, это длится все не более пяти минут для него. И еще умудряется что-нибудь красивенькое сделать на голове. Вот, поэтому только к ней. А это завтра. Сегодня, значит, что-нибудь другое придумаем. А что делает моя кошка? А моя кошка сидит тут напротив. И нас сторожит, да, с Даней? Говорит, мама, 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 что ты делаешь? Вот разбудила котю. Так лежала хорошо. Я хотела тебя повернуть к себе. Мила, Милуся, Мила, Мила, я тебя люблю. Ты моя кошка. Ты моя кошечка, моя маленькая кошка. Ты моя любимая кошка. Моя девочка. Животик дай потом. Тебе животик дай по глазу. Моя девочка. Ты моя? Ты моя? Ты моя? Моя кошка. Кошка моя, 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 моя. Животик дай. Козюля, мама, утирай. Козюля, мама, делай. Ну что, мы выехали с Данечкой в торговый центр. Захотелось что-то пробздиться. Вчера, потому что целый день сидели дома, все-таки нужно прогуливаться. Сейчас по улице чуть-чуть прогулялись. На улице мороз. Сильного ветра нет, хорошо. Вот, но морозненько. То есть гулять вообще некомфортно. И мы уже вышли, солнце село. Да, пока я там собиралась, пока Тосим, пока все, еще два видео смонтировала. Ну, хорошо, что их быстро там монтировать. Небольшие видео на второй канал. Вот. Сейчас поедем, полазим. Сейчас так все новогоднее, все так поукрашено вокруг. Хочется праздника. Ну и развиваться, развеиваться нужно. Ну вот. Потом приду, буду снимать. Малого и скупаю. Уложу и буду снимать видео. Вот. Все что-то заняты, все что-то там готовятся, работают, денег хотят заработать. Все дыры позакрывать какие-то, да, там что-то доделать, кто что не доделал. Я, в принципе, мне кажется, все это делала только с видосами. Вот я все сделала, да, только с видосами остался момент, мне их нужно наснимать. Вот. И намонтировать уже, чтобы в этом году все, что я задумала по плану, все видео вышли. Вот. А сейчас хочется что-то порадовать себя какими-нибудь мелочевочками. Может быть, для видео, кстати, что-то тоже увижу, найду. Краску для волос уже купила, я вам говорила, да? Так что будет окрашивание обязательно. В общем, едем. Зашли. Думаю, где Зара, где Зара, забыла совсем, что Зару. Смотрите, как переделали красиво очень вообще. Одно удовольствие ходить здесь. Так, в женский отдел захожу. Классно, как классно. Сейчас распродажи должны быть. Вот я и пришла что-нибудь поглядеть интересненько. Все так красиво сделала, она нанялась мощно прям. Набрала в себе. Ну, немного набрала, но Данька говорит, ой, под... А ты что мне делаешь? Ты тяжело. Тяжело тебе? Подошел ко мне и говорит, мам, там подарки, давай понесу. Взя, унесет. Дорогая, говорит. Сейчас пойдем кушать. Так, мы зашли покушать, потому что ходить по магазинам голодными вообще не варик. Сейчас Даньке блинчики принесли. Еще ему омлет с сыром должны принести. Вот. А мне фетучини с креветками. Ты тоже хочешь? Ты тоже хочешь фетучини с креветками? Смотрите, какие классные зелененькие. Горячий дуй. Смотрите, в каких красивых тарелочках нам все преподносит. Омлетик с сыром все прошел, Даньке. И меня вот, гляньте, какая красивая. Давай. Давай я понесу. Давай я понесу, а ты вот это понесу. Стой, кисть. Давай вот это маму понесет. Я хочу. Что? Давай вот это мама понесет. А ты вот это, на. На, на вот это, кисть. Мне понесет. Ой. Понесет, что они в этой. На, вот этот хочешь понеси еще? Держи. Да, понесет. Вот, неси. А это мама, да? Да. Пошли? Пошлите. Давай я на карту. А мы уже заплатили. Пошли. Пошли. Зашли в хаус. Посмотрите, какое красивое платье. Невозможно прям. Пайетки. А я думала, что все, пайетки уже не модно. Все в пайетках, девочки. Все. 2 500 стоит такое платьишко. Тяжело? Поставь. Давай мама понесет. И вот такое, смотрите, еще серебро, золото. Тоже 2 500 цена. Такая красота. Обожаю пайетки. Мы пришли домой. Денька сразу за планшет. 100 лет не видел планшет. Нашел планшет в шкафу. Все. Зарядил. Но, слава богу, хоть видео не снимают. Тут этот сумасшедший дом был. Он прыгал на планшет, снимал, как он прыгает сверху. Потом смеялся. Так Денька обтюр машину грязную. Мы накупили вот тут всего. Я сниму отдельное видео, потому что я просто люблю снимать видео с распаковкой покупок. Но не сегодня сниму. В основном в Заре все покупки были. В Левис там что-то взяла. Я еще просто завтра собираюсь пойти в магазин. Мне там нужно кое-что купить. И себе тоже посмотрю. Думаю, может еще джинсы прикольные взять. Ну, сейчас я посмотрю, какие у меня есть. Короче, я еще хочу докупить завтра там что-то. Поеду в другой торговый центр, кстати. Блин, грязно, как натоптали. Короче, время поздно на самом деле. Очень. Уже пол 11. Там в 10. Мы до 10 прям хотели. Сейчас я Деньку искупаю и уложу спать. Мы там уже покушали в торговом центре. Так что искупаю, положу спать и сама буду видео снимать. Что еще мне делать? А, еще мы сегодня потеряли шапку. Представляете, шапку, которую я вообще покупала себе. Blackstar в Сочи, когда мы ездили с Кристиной, с Леной, с Лениной семьей. Ездили тогда в Сочи, в горкий город. И там был магазин Blackstar. Я в первый раз взяла себе шапку, но она оказалась маленькая. Мне показалось, что это вообще детская шапка. Я ее пару раз одела, думаю, Деньке отдам. И Деньке она так хорошо была. Я прям такой модный был у меня. Blackstar шапка была. И все, представляете, я помню точно, что мы были в кафе. Он сел в шапке и в куртке. Я ему сняла шапку сначала, положила. Потом я ему сняла куртку, положила. И потом, когда мы вставали, все, мы уже были без шапки. Мы пошли, пока потусувались в магазине. Потом я говорю, где твоя шапка, мы возвращаемся. Там уже сидят люди. Ну, там две девчонки, как бы, нафигом эта шапка, наверное, не сдалась. Вот. Ну, я не знаю. Либо она где-то завалилась, либо что. Просто... Ну, она точно в этом кафе. Я помню точно, что мы снимали. Шапку я уже не брала, эту больше в руки не видела. Вот. Короче, я купила, Дэнки, две шапки. Одну купила в Reserved. А, или Reserved, как там правильно. А вторую купила в House, по-моему. Вот. Да? Да. Короче, прикольные шапки. Одна со скидкой, одна без скидки, по-моему. Вот. Ну, короче, прикольные. Я ему куртку купила новую. В общем, посмотрите все это в видосах. Вот. Что-то еще хотела сказать. Что-то было. Так, завтра на стрижку записали, сказал, да? Таня звонит, краситься хочет. Сейчас сделала сама себе смывку, показывает мне. Теплый оттенок получился. Мы ее последний раз красили в серый. Сейчас у нее теплая. Она говорит, мне больше теплый нравится. И я смотрю, что да, у нее прям лицо другого цвета становится. Вот как цветотип, да, зависит. Вот серый не идут ей волосы. Такой холодный цвет. Я говорю, тебе прям что-то бежевое, теплое надо покупать. А мне наоборот серый очень идет, в принципе. Ну, опять же, смотря какой серый. Ну, пепельный мне идет. Я взяла себе чутка более пепельный цвет. Посмотрим, что получится. Мама у меня приедет в воскресенье. Она будет меня красить. И будет видео с окрашиванием как раз перед 31 декабря. Вот. Короче, у меня настроение классное такое. Все такое вообще прям вокруг. Все новогоднее. Мне кажется, у меня ни разу еще не было такого вот именно какого-то состояния. Спокойно. Я столько всего успеваю делать. Молодец, короче. Все хорошо. Чего вам желаю? Получаю. Получаю. Посылаю лучи. Посылаю. А, еще думаю, что хотела сказать по поводу того, что мне кажется, у меня все-таки начинает вырисовываться. Стиль мой уже, да. Но не без помощи стилистов, естественно, которые со мной работали, которые мне помогали. И сейчас я смотрю много роликов тоже всяких, да. Все-таки имею представление, что такое базовый гардероб, да. Что такое акценты там и так далее. Вот. Но при этом все-таки есть вещи, которые я понимаю, что мне... Короче, есть вещи, которые мне кажется, они не смотрятся на мне, как минимум. А второе, мне в них некомфортно, как бы они красивые не были. Вот кто-то носит, да, а я такое носить не могу. Вот я куплю и думаю, буду носить. Сколько всего я купила себе, да, после стилиста. Висит. Не ношу. Потому что я чувствую, блин, ну как-то это как-то серьезно, как-то не мое. Мой стиль вот реально там либо casual, да, либо 100% спорт. Вот все одела ботинки, кроссы, такая вся на спорте. Все такое свободное, легкое должно быть. Вот это прям мое. Вот. И еще я не люблю вещи, которые мнутся, потому что я не люблю их гладить. И тогда я их не ношу, просто они лежат. И еще я не люблю вещи марки. Но мне очень нравятся белые, конечно, да. Ну, ладно, я готова там стирать, но просто у нас такая погода, особенно зимой, да, светлые вещи. Вот просто ты одеваешь, выйти и дай боже хоть вечер, чтобы прилично выглядеть, не грязным, да. Потому что сразу машина или кто-то облил, или слякоть какая-то, короче. Так можно и, в принципе, вещи испортить, один раз одеть и в грязи испачкать. Вот. Но мне кажется, у меня уже все-таки вырисовывается вот этот мой стиль. Я начинаю понимать, что мне нужно брать, что я буду в конце концов носить. И вот сейчас я беру новые вещи какие-то, да, новые цвета и вижу, что мне идет, что реально молодит меня, да, играет и яркости придает мне какой-то. Я знаю, какие мои цвета, и у меня очень много в гардеробе висит просто все мертвым грузом. И даже я думаю, знаете, как у меня еще много вещей висит, я думаю, ну, отснимусь, видео какое-то сниму, посмотрю на себя со стороны, как бы. Ну, в принципе, вещь мне-то не нужна. То есть носить я ее не буду, но в видео могла бы сняться. И так получается часто, что в видео мне хочется сниматься в том же самом, в чем я и хожу. Потому что я себя чувствую в этом комфортно, уверенно, это мое. И достаю, бывает, какие-то вещи периодически, и просто мне их не кайф одевать. Вот я меряю и думаю, нет, даже не хочу такое видео снимать, понимаете. Так что у меня сейчас будет еще одна глобальная зачистка. Сейчас на распродаже вещички вот так вот поднаберу себе. Вот этот костюм, вот это вот я в Фоберлик брала. Просто офигенная базовая вещь, просто никуда вниз. Нательная, мягкая, классная, не кошлатится. Вот эти вот в Зарине я взяла, и я не пожалела, что я взяла именно двое таких, два костюма таких. Можно было бы еще какого-нибудь цвета взять, но я сегодня что-то заходила, не нашла. Обалденные. Коленки не оттягиваются, выглядит красиво, мягко, не мнется, не пачкается. Просто сказка, да. Можно еще по отдельности сочетать. Короче, довольна. Сейчас еще взяла вещи, которыми, я думаю, буду довольна, и они такие яркие, яркие. В серую погоду, в серую пасмурную, это я буду ярчить немножко. Я все-таки блогер, да, ну как бы... То я отошла немного от ярких таких, знаете, кислотных фуксия цветов. Сейчас немножко взяла там, немножко взяла. Привет, мои хорошие, с вами Селена. День, я снова включаюсь спонтанно. Мы сейчас едем на стрижку. Блин, уже 20 минут осталось доехать оттуда, понимаете? Короче, на стрижку едем. Ну, вроде у них свободно было, когда я звонила. Если что, подождем. Потом поедем в торговый центр. Хочу еще посмотреть, что там зараст... Короче, мне вообще нравится, честно говоря. Получаешь зарплату и по кайфу просто побегать по магазинам, посмотреть, урвать какие-то скидки. А может быть, что-то из новой коллекции. Я уже взяла, кстати, из новой коллекции в Заре. Вот, и, короче, мне по кайфу. Я вчера так кайфанула, хотя мы уже под закрытие. Я бы еще, честно говоря, лазила, бегала бы. Вот, ну, сегодня больше времени будет как раз-таки. В общем, второй день я посвящаю шоппингу и кайфу. Я заслужила. Еще сегодня я решила не краситься, потому что мне просто не кайф краситься. Лень. Думаю, что я и так красотка. Не, конечно, накрашена и поярче, получше такая вся из себя прям вообще. Вот. Ну, что-то я сегодня... Опаздываем на самом деле. Я бы накрасилась, да, сегодня опаздываем. Но я себя люблю любой, поэтому, я думаю, и люди меня тоже любят любой. Так, что хотела сказать, я забыла. На улице холодно, кстати. Хрязно, холодно. Ну, мы не униваем. А, мне нужно купить сегодня еще еду для Милки, наполнитель для Милки. Нашла все-таки, наконец, наполнитель, который меня устраивает, который подходит лично мне по каким-то критериям. Не каждому, может, он подойдет. Моя сестра тоже, кстати, им пользуется. В один раз я купила попробовать его, и она мне присылает фотку, говорит, вот, вот этот мне понравился. Я говорю, ой, я его как раз и купила. Покажу вам потом, что за наполнитель. И еды, соответственно, надо ей взять, чтобы потом уже, хрен его знает, когда в январе эти зоомагазины откроются, чтобы у нее все было, кучу всего, и еды, и наполнитель. Денька, песни поешь там? А ну-ка, спой погромче. Все? Вот и песенки, конечно. А, еще хотела поделиться моментом, вот периовитализация второй раз. Ну, уже вот я не так вижу эффект, да, вот первый раз, видимо, у меня совсем уже было все плачевно с кожей лица, что от первой процедуры я прям увидела конкретный результат, просто небо и земля, да, и меня он уже устроил, в принципе, я бы даже и не ходила второй раз, но я пошла, естественно, потому что нужно курс пройти, она сказала, чтобы дольше держалась, ну, как бы так все, как положено, да, я доверяю своему мастеру, как сказать, косметологу, да, своему доверяю, и если она говорит, что нужно три процедуры подряд, то я сделаю три процедуры подряд, для того, чтобы как бы закрепить этот эффект, да, а дальше, дальше я буду делать, хоть она и говорит, что надо раз в два месяца, но я, мне кажется, это часто, ну, лично для меня, мне кажется, это часто, во-первых, и уколы я не хочу так часто, и испытывать мне как-то, не комфортно, не знаю, не по кайфу это все переживать, поэтому я буду потом поддерживать по мере необходимости, то есть я увижу, что захотела пойти, будет это раз в два месяца, пойду раз в два, будет это раз в три месяца, пойду раз в три, будет это раз в год, я буду ходить раз в год, то есть просто устраивает меня мое лицо, моя кожа, я кайфую, захотела что-то сделать, пошла, сделала, то есть, ну, лично это все индивидуально, но я прислушиваюсь еще и к себе, да, ну, короче, второй раз она мне уколола, и, конечно же, разница после первого раза или после второго раза, ну, как бы я не вижу, да, разницы, но, видимо, оно там где-то уже питается на глубоких, на глубоких слоях, и, в принципе, ну, хотя она говорит, что будет еще лучше, ну, посмотрим после третьей процедуры, да, но мне кажется, куда лучше, мое лицо реально крутецкое после первой процедуры было, поэтому думаю, что видимых результатов таких уже прям я не вижу, это уже внутренние какие-то будут результаты, вот, ну, и потом, когда уже мы будем делать ботокс, да, и, может быть, филером там заполним некоторые морщинки, которые уже появились, которые нужно заполнять, немножко там, но есть, но я еще подумаю, короче, я еще в процессе, может быть, какие-то морщинки оставлю, например, ямочки, они мне нравятся, может, их и не надо будет убирать. Здорово. Все серьезно. Сейчас. Ручки. Давай вот так, ручки, 3D. Мама вот так делает. Ну, что, все, готов? Красивые, дай покажу, какая стрижка у нас теперь красивая. Ой, ну что, девочки, стрижка у нас вообще прошла, блин, великолепная, я скажу, по сравнению с тем, что было раньше, потому что раньше просто безумная истерика была у Дэни, но мы сейчас выходя, я ему говорю, Дэнь, мы идем стричься, он вообще узнает этот торговый центр, и он уже сразу где-то на пороге начинает капризничать. Да. И сейчас мы идем, я говорю, Дэнь, мы сейчас идем стричься, будем делать тебе красивую стрижку, хорошо? Он такой, хорошо. Вот если с ним перед этим поговорить, я заметила во многих вопросах, он как бы, ну как бы, вот по-другому начинает воспринимать ситуацию. Я говорю, сейчас тебя подстригут, сделаем красивую стрижку на Новый год, будешь красивый, да? Он такой, да. И говорю, ты плакать не будешь? Хорошо. Он такой, хорошо. И все, и вот как будто мы договорились с ним, да, Дэнечка? Да, плакать не буду. Не плакал, да, молодец. И он прям... Дэнечка не плакать. Да, ты не плакать, ты мужик, да? Да. Вот, и я говорю, ты мужик? Он мне чуть-чуть капризничал, я говорю, ты мужик? Он такой, да, я говорю, терпи. Говорю, ой, как красиво. И он сегодня был, сидел сам, без меня. Я его сейчас за ручку держала, потом, ну, просто как бы голову там немножко придерживала, ну, чтобы он все равно там нет-нет, что-то пугается, может, вибрации машинки, да, и он плечи поджимает, чтобы вот как бы не было никакой травмы. Ну, короче, вообще молодец, молодец. Мы в мультике вот так поглядывала сквозь слезы. Вот, ну, короче, сегодня вообще прям молодец. Растет парень, начинает все больше понимать, и что это не страшно, и что это классно. Вот, сейчас мы едем в торговый центр, возьмем машинку, будут кататься на машинке, и будем ходить по магазинам. Представляете, пришли в торговый центр, я хотела первым делом покушать. Резко закрыты просто все магазины, все общепиты закрыты. И мы теперь это, спасаемся вот, вот эти вот островки, взяли здесь ватрушку, давай, взяли ватрушку, короче, там сок апельсиновый, как бы, вот слойка, и все, представляете, все закрыто резко. А я еще там увидела, что люди сидят, я говорю, а что здесь люди сидят? Она говорит, это те люди, которые сели, то есть, прям сегодня сели люди, кушают, резко вышло постановление, все закрыли, и как бы они доедают и уходят, и никого больше не пускают. Представляете, а мы голодные, и уж. Прикольная вот обувочка, 4,300 стоит, только сейчас я померила, мне кажется, они мне большеватые, чутка. Конечно, мои, вообще такие, я раньше думала, что эти ботинки такие огромные у меня, а по сравнению вот с тем, что сейчас продается, мои такие миниатюрные. Ну что, мои хорошие, опять набрала я кучу в Заре, две покупки сделала, в Страдивариус, в Ашан зашла, короче, ноги устали, трындец, а я в рандеву еще взяла, наконец-таки кое-что, что я так давно хотела, и вы все об этом знаете. Наконец-таки нашла то, что мне по душе. Все, Даньку одела, и едем домой. Я себе роллы по 4 штучки, там возле Ашана, которые, так, здесь соус, имбирь, смотрите, какую классную кружку я купила за 109 рублей в Ашане тоже, мне кажется, она такая классная новогодняя, Новый год в ней встречать. Ну, для видео, там, знаете, чай на видео пить. Дэнки заказала ягоды его любимые, заказала, блин, купила ягоды любимые, там еще стоит столько же, большую, короче, взяла 500 рублей, стоит большая такая упаковочка. Вкусные ягоды, любишь их? Ну все, ешь, наоборот. Так, ну что, мои хорошие, наконец-таки я уложила малого спать. Я думаю, что надо заканчивать этот влог. Так, как я подведу? Куча покупок стоит у меня в коридоре, я хочу скорее закончить этот влог и выпустить вам его, и следом выпустить уже распаковку своих подарков, ой, подарку своих, своих подарков себе, да. Набрала, короче, кучу всего. Надеюсь, вам тоже понравится. Мне потому что очень нравится, и я взяла кое-что из новой коллекции Zara, и кое-что мне удалось ухватить на распродаже. И взяла еще кое-что, что я очень давно хотела, и уже в разных видеопокупках вам говорила, что я хочу вот это, вот это, вот это. И нигде не было в Ростове просто, из тех марок, которые я хотела купить, нигде не было. Вдруг я захожу сегодня в рандеву, и просто вижу, просто вижу, что оно продается, то, что нигде не было. И я в шоке, и я была в шоке. В итоге я купила не то, что вот прям хотела, купила чуть-чуть другое, но я тоже это хотела, и той же марки. Короче, увидите все в распаковке. Вот, а так настроение хорошее всех. И я их поздравляю с наступающим Новым Годом. Да, я правильно сказала? Я такая, могу думать одно, а язык говорит другое. Я не знаю, как это работает. Вот, и да, сегодня у нас закрыли все в торговых центрах еду. Вот, ну, я имею в виду общепиты, да, там блинчики готовят, кафешки, ресторанчики, Starbucks. Это все-все закрыто. Работали только островки, на которых мы там что-то ухватили. И то продавщица сказала, нам пока постановление не пришло, но, возможно, нам осталось полчаса, да, вот как-то так. Неудивительно, если их тоже закроют. Не знаю, на сколько, на когда. Ну и все, готовлюсь, снимаю. Все супер. Чего вам желаю. Увидимся в следующем видео. Пока-пока. Пока-пока.